Витаю всех, дорогие друзья и подруги, с вами Александр Андреевич Кузьмин. Сегодня немножечко такой неестественный для меня формат видео. Будем надеяться на качественный звук и на качественный контент. Буду смотреть, стараться в камеру, но весь смысл заключается в том, что мы с вами будем сегодня изучать, насколько же конченым всё-таки является народ на просторах нижнего интернета. Кто смотрит видосы наподобие моих. Но к своим подписчикам я претензий и подписчицам не имею, и к смотрящим моим видео, потому что вы самые красивые, самые сексуальные, прекрасные, интеллигентные и творческие девочки и мальчики. И, соответственно, взгляд со стороны на канал нашего любимого нефтемагната, который я смотрю уже давным-давно, можно даже вывести пруфы, что называется. Мы умеем тут пользоваться программой ABC OOBS Studio. Сейчас захреначим, секундочку, как это всё. Сейчас, подожди, 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 не торопись. Оп, вот у нас, видите, какая-то целевая аудитория сразу же пшикнула, брыкнула. То есть, вот, соответственно, пруфы, что я данного магната смотрю и большое количество видосов, в общем-то, было мною изучено. Изучено. Ну, всё ещё впереди, остальные глядеть, потому что я один, а вас много. Ну, и, соответственно, можно посмотреть, что у меня за вкладки открыты, ещё помимо всего прочего, да? Ну, ладушки, ладушки, поехали дальше. Сейчас мы эту сценочку так пилик-пилик. О, всё, вот это технологии. Давайте поизучаем комментарии под тем самым легендарным позавчерашним или позапозавчерашним видосом, где Даник высказался о том, что вот прибыл, прибыл я к альтушечке, и мы встречаемся, у нас всё хорошо. Девочка-красавица. Скажи, красавица, ты очень нравится. Вот она. Всё прекрасно, что видно. Ну, ладно же, ну, нельзя просто на чужих баб засматриваться, поэтому не имеем права. Давайте пролистаем и покажем миру конченые комментарии, конченые комментарии. Поехали. Сразу же. Привет, нефтемагнат. Я бы хотел узнать у этой девушки, сколько у неё было половых партнёров. Было бы очень интересно, особенно посмотреть на её искренность. Ну, это вопрос в высшей мере неэтичный, не тактичный, и, в общем-то, зацепляться за количество половых партнёров, и, в общем-то, такой, знаете, колкий. И, в первую очередь, например, мне вот было бы очень неприятно вообще знать, сколько было мужчин у моей будущей девушки. Поэтому я ищу девственницу. Ну, это как бы называется всё проявление ретроспективной ревности, и не наши это дела, не наши это дела. Давайте смотреть дальше. Поехали. Жигит, как говорится. Но то, что сам приехал, это уже начал сдавать позиции. Следовательно, завалил баланс Макса Вердикта. Но кто не знает, Максим Вердитт твердит, видосы снимает по поводу того, что вернуть девушку, как вернуть девушку, мы все его за это любим. Если так дальше пойдёт, Тня потеряет интерес. И не Тян, он написал, а именно Тня. Зачем так оскорблять? Вот снова оскорбление. Так что дай ей карася и возвращайся домой. Устрой ей Санта-Барбару. Пусть поз пробил традает. В общем-то, да. Тут мой комментарий, самый лучший данному Даничу. Ой, тут слишком много написано, мы это читать не будем, потому что это всё-таки не негативный. Я негатив не пишу, я негативом не питаюсь. Поехали. Вот самый жёсткий комментарий, который я там поймал. Девушку жалко. Очень добрая и милая. Как он, интересно, понял, что она очень добрая. Но то, что милая по одной шестой лица, в принципе, тоже понять невозможно. Физиономисты. Физиогномисты. Вы наши. По доброте своей и по глупости общается с каким-то додиком неуверенным. В общем, тоже кто сказал, что Данич является додиком? Блядь, откуда он это взял? Вот видите, оскорбление на оскорблении. Таких девушек и так очень мало. Такие только нормальным парням нужны, а не додикам. Что значит, вот противопоставление героя нормального парня и додика. Ой, ужас. А кто сказал, что додики это ненормальные парни? А кто сказал, что нормальные парни это не додики? Ну что ж, получит негативный опыт нефтемагнат. Я уверен, ты с ней скоро расстанешься. Можешь скинуть ее тг мне. Это вообще шиза на шизе. Я ее обижать не буду. Ну, блядь, реально оскорбление на оскорбление. Я бы, если бы такого человека встретил вживую, я бы, ну, в общем-то, его бы уебал. Извиняюсь, пожалуйста. Кстати, извините за дизмораль. Говорю как есть. Ну, блядь, что в башке у данного человека? У данного комментатора. Если эта тянка читает комментарии, то обязательно мотивируй ее развиваться. И пускай спортом займется. А если не читает, то пусть дегродит дальше. Если все-таки я ошибся насчет того, что вы расстанетесь. Откуда он это предположил даже? Вот предпосылки-то какие для этого имеются? То эту неуверенность, тупость, откуда он взял, что Данич тупой? И тупые шутки, да какие нахрен тупые шутки? Вообще, тупые шутки это далеко не признак того, что чего-либо вообще. Это далеко не признак чего-либо. Такие острые черные шутки, это не признак, что человек черный и острый. Ну и тупые, соответственно, что он тупой. Терпеть будет абсолютно невыносимо. Всем добра. И главное, вишенка на тортике под конец. Всем добра. То есть накидал дерьма на вентилятор, всем добра. Я ему тоже там ответил, пару ласковых задвинул, потому что, ну, действительно, неадекват. Через три месяца будет видео. Меня бросила девушка. Я вступил в мужское движение. Ха-ха-ха, как смешно, как смешно. К сожалению, какой пророк просто, как пророческий. К сожалению, мои слова окажутся пророческими. Да, реально, он тут пишет. К сожалению, мои слова окажутся пророческими. Подождите, если не три, то два-четыре месяца. Не больше. Вот именно вот так вот чисто. Ваенга, Елена Ваенга. Чистой воды. И от тебя это даже не зависит. Вот это правильно. То, что у меня, например, непруха с девушками, это от меня не зависит. И у вас тоже, если непруха с девушками, это не из-за того, что вы инцел или какой-то некрасивый. Некрасоты в мужском мире вообще не бывает в мужском движении. Ну, ладно. Это все вне вас. Причина вне вас. Дорогой автор, я тебе по-человечески соболезную за твою будущую ломку побывшей. В общем, Данич зачем-то это еще лайкнул. Лайкнул сердечком. В общем, я бы такого человека просто заблокировал. Так, звонки мне ваши эти. Слушайте, мне звонят. Тут на паузу-то можно нажать? Тут можно на паузу. Сейчас. Или давайте вместе говорить? Нет, давайте все-таки на паузу. Сейчас. Алло. Это мне звонят из Яндекс.Виды. Телефончик девушки. Ну, там, снизба, слуха. Все отвечает. Ну, все. Сейчас ждем. Проставить слоты. Слоты на неделю. На неделю уже заканчивается. Хотя, зацените. Это реквизит для следующего видео. Трусы или мальчики. Так, все-таки, сейчас. Напаузу снова. Ой, 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 мамочки. Мамочки, выбачки. Ай, ай. За неловкие паузы или за ловкие паузы. Сейчас я поймаю, как удочку, конечно, а не рыбку. Так, сейчас, сейчас, секундочку. Мы видеомонтажством не занимаемся, поэтому... А можно было бы сейчас нажать на паузу и, соответственно, не мучить, не мучить нас с вами. Но поскольку все-таки гипертруха идет, то мы перья, перья, перья. Бара-бара-бара, беря-беря-беря. Все, запись пошла, запись пошла. Поехали дальше. Как понять, что девушка врет? Токсичность сейчас будет. Если открывает рот, то врет. Если девка открывает рот, то ее рвет. Ну, стоит ли это читать? Нашел рандомную сельдь на улице, показал краем камеры и сидит, втирает карликом какую-то дичь. Ну, вы действительно не верите, что он нашел себе девушку? Что-то не рандомная сельдь на улице. Мы верим. Голос у девушки похож на голос Тянуи Аудио Рви. Сдал в аренду. Так, тут опять я написал. Лезет, тут лезет. Битвин отношения переоценены. У самого девушка появилась недавно. Ну, это называется имхо. Имхо, имхо. Ну, если для данного челика отношения переоценены, это не значит, что они в целом переоценены. Просто нужно тоже уметь развивать эти отношения. не быть в пассивной роли при входе в данные стосунки. Предатель. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Выписан из порядочных людей. У меня тоже... Ладно, это ничего плохого в этом. Ну, и пошел ты. Не инцел он больше. Не сват и не виноград. Отписка. То есть, отписываться от человека только потому, что ему стало хорошо, а не так же хреново, как тебе. Ну, осторожно, двери закрываются. Следующая станция Скуфская. Ну, тут уже что-то... Самое-то интересное, что больше ничего негативного я не вижу. В основном поздравления дальше. Но, тем не менее, сколько негатива и заливалось, и заливается Даничу. Его же вроде Данил зовут, или Данил, насколько я помню. Лысина... О, давайте. Наши злободневные темы. Лысина. Одна из самых страшных вещей. По сути, только хитману Лысина идет. Остальные на быдлогопников похожи. Но как же тогда получается, что каждый второй, кого я вижу, на улице с девушкой лысой? Полстраны такие. Тут вообще презирают длинноволосых. Ну, насчет презрения к длинноволосым не знаю, но еще раз, Лысина или густость, она, в общем-то, решающей роли не имеет. Даже если дамы заявляют обратное. Ну, все. В основном остальные все рады. Вот. Такая вот шиза льется, что человека нужно было поздравить, что мне хреново, так порадоваться, и мне станет лучше. А тут все в формате, что мне хреново, а ему стало, соседу стало хорошо. Падла, пусть ему будет так же хреново, как и мне, и как ему было хреново раньше, чтобы мы в болоте в данном продолжали существовать. Ну, все. Вот так вот у нас обзор. Это вот у нас электронные книги там Алекс Лесли, которого мы все терпеть не можем, но изучаем. О, блин, там на заднем плане что-то было спалено. Ядрит, смотриц. Нет, честно трезв, честно трезв случайным образом здесь оказалось. В общем, не рекомендую. Значит, с вами был Александр Андреевич Кузьмин. Всем пока. Так, не забываем ставить лайки, комментировать, подписываться на канал, не писать всякую брехню, подписываться на мой телеграм-канал. Ссылочку оставляю в описании. Все. Остановить запись! Субтитры сделал DimaTorzok